Ульяновцы снова стали возвращаться к Маришкиному роднику, чтобы набрать питьевой воды. Михаил Бутырин уже 50 лет посещает источник, поэтому считает, что вода безопасна, даже после подтопления. Вы знаете, мы всё равно её порядком кипятим. Так что я бы не сказал, что особо-то может на что-то повлиять. Вода в роднике, по заключению специалистов, действительно пригодна для питья после кипячения. А вот что в соседнем водоеме, куда течёт вода из двух источников, пока непонятно. После откачки воды мусор так и не убирали. Ульяновские общественники считают, что это место может стать рассадником бактерий, которые со временем отравят и питьевой источник, например, через птиц. Чтобы это выяснить, совместно с региональным министерством природных ресурсов из озера взяли образцы воды для лабораторного анализа. Мы сегодня отбираем пробы на бактериологию и на вирусологию. Эти пробы мы отвозим в лабораторию. Нам дают анализы. Исследование планируют завершить максимум через две недели. По результатам будут решать, что делать дальше. На неопределённый срок отложили и уборку территории. Но в связи с тем, что у нас произошло затопление, к сожалению, берега по настоящее время у нас сырые. Пройти и осуществить в том числе обрезку древесных насаждений и уборку мусора практически не представляется возможным, потому что это опасно просто будет для здоровья и жизни волонтёров, которые здесь осуществляют эту деятельность. Напомним, что этим летом родник подтопило. Питьевой источник долгое время был недоступен ульяновцам. Юлия Адамова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.